А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет! Эй, Ляндик, Битлолдик. Хочу подарить вам солнечко, которого не хватает многих. Ой, мороз-мороз! Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня у меня 24-й день интервального голодания. Моя вот тарелка такая богатая всеми витаминами, минералами, солями, витамином С, ферментами. Тут рокола, семена чая, салатик. Сейчас перемешаю. Захотелось сегодня таких помидор. Это от моей золовки старшей. Приготовила сегодня фасоль. Ашкем помог. Вчерашняя курица осталась у меня, он не захотел. И суп из брокколи. И, естественно, орешки разные. И это буду сейчас кушать. Ашкем, сэн, в дороге идешь? Да, мам. Всем доброе утро, мои дорогие зрители! И начинается новый день, новый блог. Я проснулась рано, но увожусь на кухне. Захотелось сделать очень приятное для мужа. Завтра 8 марта, и хочется как-то подготовиться. Сегодня то, что иду на зумбу. Погода у нас такая хорошая. Чириковать птичечки, ветра нет. Это я приготовила пудинг. И добавила туда также желатин, а сверху посыпала кокосовой стружкой. Помните, я готовила. Смотрите, что творится у меня. Но я тут приготовила с утра пюре, пережарила две луковицы. Видите, какой красивый у меня. Я не знаю, какой на вкус. Было тесто у меня. Я его вытащила из морозилки на ночь. И подумала, думаю, чем я его по чуть-чуть баловать. Лучше я приготовлю на два дня, и будет он кайфовать. Может угостить друга своего. Вот начинка готова. Сырная, луковая, картофельная. Сейчас распластаю. И как раз, когда он проснется, за полчаса поставлю в духовку. Вот такое вот у меня сегодня с утра прекрасное настроение. День. Занавески мы открыли. Так кажется, что мы все голые. Птичечки там. Может сегодня пересажу. Вот тот цветок. Землю принес Ашкем. Вот. Сегодня не буду ни рыбы, ни курицу. Хочу сегодня пожарить яйца. У меня есть фасоль зеленая. Салат. Начинать буду все с салата. Пока не закончу салат, не буду переходить на другое пищу. Вчера очень много смотрела тоже информации, видео, как питаются люди, которые под 5 лет на этом интервальном голодании. Выглядят замечательно. Многие спрашивают, как долго я буду это продолжать. Вы знаете, это не каторга. Это образ жизни уже у меня стал. Я знаю, что в 3 часа у меня обед. Я готовлюсь к нему со всей душой, с любовью. И потом занимаюсь своими делами. И я развила силу воли в себе. Знаю, что можно, что нельзя. Когда можно, нельзя. Нельзя и все. Даже попробовать нельзя. Потому что если попробую какую-нибудь еду, это очередной всплеск инсулина. Мне это не нужно. Вот такие дела, дорогие, у меня нормализовалось давление. Я очень рада этому. Сегодня 25-й день моего интервального голодания. 25-й день. И потом мы с мужем садимся на уруч. Мусульманский праздник начинается. Рамазан, уруч. И я подержу его и так же на сухом голодании. Подержать его хочу. Мне это будет нетрудно. Без воды, без ничего. Вот. Весь день до 6. Но как-то подстроюсь под него. Может, покушаю иногда. Может, нет. Со спортом тоже на зумбу. Когда буду ходить, буду в этот день 48 часов голодать. В общем, поживем, увидим. Друзья, вы не переживайте. Я не умираю. Я взрослый человек. Мне 52 года. И я отвечаю за свои поступки. То, что со мной происходит изменение. Старость-марость. Я приветствую ее. И моим морщинам добро пожаловать. Это морщины, наработанные моей жизнью. Так что, главное, чтобы в душе было, а не снаружи. Картинка, обколенная ботоксом женщина. Я за натуральность. Так что, какая есть, такая есть. Смотрите, какой красивый получился пирог у меня. Сейчас он будет, я его накрою полотенечком. Оно пускай чуть-чуть постоит. Поднимется, да. Потом я его испеку. Смотрите, что я делаю. Капусту здесь уже. Капусточку мою. Квашеную. Какая она красивая получилась. Цвет. Вот натуральный цвет. Вот. Я знаете, что сделаю? Я сейчас ее переложу в другую банку и поставлю в холодильник. Вот моя сиреневая, она вся в соку. Вся в соку. Первый раз так делаю. Первый раз. Раньше мне научила заловка уксусом. Ну, уксус это не полезен здесь. Вот сейчас здесь. Она настолько полезна. Настолько в ней витаминов. Будем пробовать 11 числа. И это тоже. Смотрите, столько сока в ней. Такая хорошая капуста. Я думаю уже, если вдруг получится. Может начать бизнес. Лечебную капусту продавать. Если получится. Я ее делаю по всей технологии. Как я пересмотрела 20 или 30 видео. Как квасить капусту. И вот этот самый такой обыкновенный, простой способ. Тут нечего даже делать. Знаете, что здесь надо? На 2,5 килограмма. Качан у меня был. 40 грамм крупной соли. Больше никаких ингредиентов. И одну морковь. Много моркови не нужно. Только одну. На 2,5 килограмма. Вот и все. Очень простой рецепт. Вот такой пирог вышел, друзья мои. Мой муж как ждет. Как он обрадовался. Но он режется. Сейчас нарежу с помощью ножниц. Маслица сверху. Маслица сверху. Горяч. 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 Да. Это двой весь перо. Так обрадовался. В общем, друзья мои, я сейчас мужу, знаете, что говорю? Если я говорю, давай я уеду на месяц и посмотрим, перерыв сделаем в отношениях. Он так меня смешил. Я говорю, буду тут целый месяц ждать завтрак. Говорит, приеду за тобой. В общем, кушает он. Говорит, вкусно. Чувствуется картофеля много, сыра не чувствуется. Сыр пропал, растворился. Сегодня 25-й день моего интервального голодания. Там кто-то на улице кричит, пострадавший. Не будем обращать на его внимание. Что я сегодня кушаю, я вам покажу сейчас. У меня и кето-диета. Плюс АМАТ. Я кушаю один раз в сутки. Чувствую себя замечательно. Давление у меня нормализовались, показатели. Месяц я не кушаю, естественно, сахар. Не месяц, а 25 дней. Все сладкое. Уменьшила количество углеводов. Из углеводов я только принимаю. Кушаю вот такую вот ягоду, клубнику и голубику. Можно и другие тоже. Фрукты нельзя. Вот. Что у меня сегодня на тарелке? Салат. Чтобы кишечник хорошо функционировал, нужно обязательно начинать салат. А вот эта вот порция салата, еще больше даже, но мне она очень много. Для меня она много. И я вас всегда потом просто в себя впихиваю все, что нужно. Почему я впихиваю себя, вы можете сказать, может, света не есть, потому что здесь все витамины. Я отдельно не пью никакие ни натрий, ни сульфат, ни магнезий, ни калий, ничего, ничего. Я все это получаю с едой. И хочу проэкспериментировать и посмотреть. Вот салат, да, тут все есть. И цикорий тут внутри, и рока, рокола. Шпинат я ограничила, чтобы не образовались камни в этом, в почках, аксалаты. Поэтому я ограничила себя временно в приеме шпината. Это испанак по-турецки. Вот эта вот капуста я сегодня приготовила каждый день. Это моя порция. Это кладезь витаминов. Все, что хотите. Еще я в процессе у меня квашение. 2,5 килограмма. Скоро будет готово. Так, что у меня здесь? Да, вот эту косточку надо убрать, конечно. Маслинки, кусочек сыра жирного. Вот авокадо. Вот это надо с грибстияшкой. Ему приготовила, но он не прикоснулся. И у меня домашние яйца. Картошка настоящая из корня. Сельдерея. И фасоль чуть-чуть. Самое главное для меня вот съесть это. Остальное уже посмотрим. Конечно, хочется и супчик. Супчик. Это даже я смотрела такое видео, где рассказывалось о том, что люди ели целыми днями суп из брокколи. И они избавлялись от рака. Да. Исцелялись. Так вот. Выпью я сегодня чай из трав. Там шиповник. Там очень много чего есть. Я даже не знаю, как по-турецки это трава продается. Но я решила вот сегодня заварить в термосе и пью отсюда. Вот такой у меня сегодня обед. Завтрак, ужин. Мне не тяжело. Мне комфортно. Я привыкла один раз кушать. Цель моя не похудение, а здоровье. И если я старею, то, ну, может быть, я принимаю это. Потому что я люблю себя, я очень сильно изменила свою жизнь по отношению к здоровью, пересмотрела очень много. А когда? Когда у меня была проблема с зубами. Я в тот момент поняла, что лучше и дороже здоровья ничего в этом жизни и в этой жизни нет. И надо себя в чем-то как-то непостоянно, но как временами ограничить, чтобы у вас появилось желание принимать все радости в жизни. Ну, кто там у нас кричит? Вот, вот там. Я сегодня хотела, я, кстати, вот мужу готовлю тут мерджи мегчорба. Вот. Здесь моя брокколи. Вот это фасоль. Много еды у меня сейчас. Кто там кричит все время? Да, соседи повылазили. Кто-то... Сейчас я не буду выяснять. Мой муж пошел, знаете, куда? Эрдоган приезжает, наш президент. И я аж кем пошел. А у меня, видите, куча дел своих. С утра я же ему пирог напекла. Балконы надо мыть, цветы пересаживать. По пылесосе. Как всегда. Ну и что, друзья мои, буду кушать, а то остывает все. Приятного мне аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья мои, пришла я на зумбу, а зумбы сегодня нету, потому что девочки собрались где-то в кафе, прислали там план, кафе, гулять, пить. Мне, знаете, сейчас не до этого. Вот смотрите, какие красивые цветы продаются. Поэтому я вернулась. Там еще трое было, не только я. Какие красивые цветы. Сделать себе подарок. Но не хочу здесь. Сто лир стоят цветы. Красивые, да? Красота просто. Сразу настроение такое. Восьмое марта на кону восьмое. Вот. И я, мои дорогие, они хоть отправили нам план, но мне это неинтересно, если честно. Надо было мне после восьмого марта присоединяться к ним. Для них развлечение, все для меня несерьезно. Но, в принципе, отказываться от этого не надо. Отказываться не надо. 25 дней я сидела. И культурно-мультурно. Как время пролетело. Есть здоровье, есть результаты. Надо еще больше. Потому что я решила перейти на трассу. Тут большие размеры магазин. И оттуда пешком пойти. Хорошая будет прогулка. Какое я место обнаружила. Смотрите, тут много очень занавесок и ковров. Они вот так вот просто, видите, под открытым небом. Где это находится? Вот там впереди большие размеры магазин. Столько занавесок, смотрите. Столько ковров. Они на ночь все останутся здесь. Их на ночь не заберут вовнутрь. Ну вот. Иду домой и возвращаюсь. Пока не страшно. А, в Айкики я подхожу. Мой знакомый маршрут. Так вот. Обожаю вечерний мир с Мерсин. Такой весь в красках, яркий. И позвонила сегодня мужу. Сейчас. Сейчас позвонила Эндеру. Он после встречи с президентом. Президент, я рассказывала, приехал в Мерсин. Он поехал к родителям. Ну, я знала, что у меня свои дела. Вот. Дай дорогие. И. Ну, и вот так вот у нас у каждого своя программа. И не знали же, естественно, что так получится. Очень интересная жизнь у нас с ним. Очень. Ой, ну я так рада, что я хоть прошлась по улице. Такой запах. Ага. Постель. Мне, в принципе, нужно. Знаете, что нужно? Мука. Здесь, может, надо посмотреть, где продают пряности. Ромашку надо подкупить. А в основном еды очень много. На этих манекенах так красиво смотрится все. Ну, видите, все такое зелененькое только появилось. Так все серое. Серо-бежевое. Вот, мои дорогие. Мой муж тоже сейчас возвращается от родителя. А я пошла дальше. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.